мое почтение и не по кайфу привет сестра а отмена девочки вот что нас интересует цена не привлекла не и не удивляйтесь и сегодня я выскажусь бьюти бомб вы разбили мое сердце вот и все вот и все конфуз так стопе берите все вся коллекция я все скажу у меня другие вкусы как говорится друзья всех рада видеть на своем этом канале с вами я марина суя кофе ок чаек и просто будьте как дома и сегодня вторая продолжительная часть выпуска из-за рубрики магазин на диване где мы ходим с вами вместе вместе да по магазинам выбираем косметику на обзор в основном нас интересуют бюджетные новинки и конечно же пристально мы смотрим за магнит косметик посещаем магнит косметик смотрим полочки и не так давно бьюти бомб нас порадовал уже осенними новинками и сегодня я выскажусь и скажу свое мнение покажу аж целых три макияжа поговорим обсудим новую коллекцию cooking шоу как говорится мы пекли или пили из того что было ребята мне очень приятно что вы ждали именно мой обзор кто писал марина мы ждем твой обзор чтобы понять что же стоит что же не стоит но смотрите это же всегда все индивидуально мое умение может с вашим не совпадать и это абсолютно нормально и чтобы обсудить эту коллекцию и не только подписывайтесь на мой телеграм-канал ссылка будет под видео в описании там вы можете поближе со мной познакомиться но и просто следить собственно кто не знал на стенде в магнит косметик и лицом коллекции кукинг шоу стала наталина муа и если так подумать когда блогер участвует в коллабе с брендом например бьюти бомб катя адушкина карам бэйби то мы никогда в основном там не берем в счет самого блогера потому что разрабатывать все равно косметику бьюти бомб то есть нас интересует вот это вот 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 что нас интересует а коллаб с блогером это как продвижение коллекции кстати кто не смотрел выпуск из магнит косметик где мы обозревали стенд смотрели тестеры точнее искали эти тестеры то конечно же посмотрите по ссылке под видео в описании это же наша с вами любимая рубрика магазин на диване любить обожать я видимо что-то пытаюсь перетасовать сейчас так перекладывают так с чего бы начать хочу обратить ваше внимание что макияж сегодня даст день косметика бьюти бомб и еще я сходила докупила я же не взяла помаду в первом оттенке что еще там не взял хайлайтер стики и палетку теней вот эту печеньку знаете я так потом посмотрела подумала в магазине что так скучновато но когда я сделала макияж вот этой палеткой и рака ой нет я схожу что-то что-то мне хочется еще то знаете я захотела из всего выбрать самый сок вот чтобы вот да точно ну и кто ждал мой обзор я думаю мы все вовремя собрались потому что если я не ошибаюсь до сих пор люди пишут что блин желтые ценники скидка там не действует например сейчас потихонечку все на спад и скидки будут а по скидосам конечно приятнее покупать чеки я сохранила аж две штуки потому что я же докупала еще пробежимся по концепции да если кто не видел то посмотрите конечно же обзор сам стенд как это все выглядит кукинг шоу что мы делаем каши варим варим макияж лепим да но я могу еще отметить что здесь взаимодействует аромат запах в самой косметики да он такой прям это шоколадный какой-то такой сладкий но не химозный кстати я хочу отметить что он такой не противный не химозный он приятный но и конечно же по традиции перед началом давайте обменяемся лучами добра я вам посылаю хорошее настроение заряд бодрости и энергии всего самого наилучшего а вы от души поставьте лайк под этим видео и напишите комментарий друзья сегодня я хочу осветить тему женского здоровья наверное каждый знакома как мы ждем тех самых женских гостей мысленно начинаем готовить вкусняшки и сериальчик настраивать себя на хорошее настроение но эти гости бывают задерживаться на нашу вечеринку и решить вопрос с пунктуальностью менструального цикла и также облегчение проявления пмс поможет курсовой прием не гормонального средства пригнат он друзья сейчас я вам покажу короткий и позитивный ролик гости и пожалуйста уделите всего лишь 40 секунд на эту тему и познакомьтесь со средством пригнат он по ссылке в инфобоксе под видео есть противопоказания перед применением ознакомьтесь инструкции мы девушки не любим внезапных гостей или когда гости почему-то задерживаются а давайте еще подождем когда гости за нас решают что делать этим вечером мы хотим быть готовы к их приходу и строить свои планы без плохого настроения или самочувствия курсовой прием пригнатона нормализует менструальный цикл а экстракт витекса в его составе помогает облегчить проявление пмс пригнатон негормональное средство для пунктуального цикла я уже заикнула что будут макияжи ставки три штуки три макияжа то есть вот вот такой вот процесс да и еще два макияжа то есть я с разными палетками сделал по макияжу вот так вот я буду сразу высказываться по делу говорить свой вердикт говорить свое мнение что понравилось что нет хочу сразу отметить это лучше чем летняя коллекция beauty дача вот по мне да это стоит свое внимание обратить на какие-то вещички я хочу сразу отстреляться по палеткам вот сразу же самая бюджетная палетка это вот это 606 рублей можно сказать цветная пастелька и знаете в чем еще вот было не очень удобно и не по кайфу когда ты в магазине смотришь а тестеров на палеток нет а ты такой а сколько цветов там а что там в центре уже по факту вы такие опа а тут сюрприз такой светлый такой матовый оттенок а вы его не видите также хочу отметить и про другие палетки то есть рассмотреть вот цвета нужно до конкретно всматриваться эти уже палетки стоят почти 700 рублей 699 рублей 700 рублей знаете дачная коллекция что-то палетки за 300 рублей уже продаются поэтому вот я считаю что ажиотаж насчет палеток он не такой будет прям вау там есть получше продукты не может получше они прям ну такие интересные бюджетном сегменте стоит взять насчет палеток что меня привлекло так сказать цена не привлекла честно вот за такую стоимость 600 700 рублей ну вот по скидке еще можно присмотреться а вот без скидки и не и давайте я начну вот с этой палетки честно когда я так присела с ней и поняла что тут либо сияшку на века вот самый красивый тут прям вау оттенок в этой палетке это будет вот это так красиво это прям на центр во внутренний уголок к хайлайтер хоть куда благородное холодное сияние остальное это вот акценты как вы можете заметить уже мне в внутреннем уголке вот он этот оттенок но на консилер либо просто узнать там вот так вот прибить не будет такого оттенка как по мне здесь у меня присутствует белая подводка от influence я ее кстати часто беру если мне нужно вот прям во внутренний уголок добавить базу белую вот берите на заметку бюджетная светлая база ну еще как подводка influence по белому вот эти все оттенки конечно пастельно будут раскрываться 5 я думаю вы уже должны привыкнуть что к бюджетным теням нужно какая-то подложка но я имею ввиду право цветные либо пастельные оттенки когда я начала сводчить и такая где там через видеть то есть она такая прям супер нежная я считаю что здесь либо один цвет на века либо как-нибудь в растушевку красиво сделать такой легкий цветной нюд пастельный а по скидке я думаю что стоит взять по скидке именно по скидке потому что здесь красивые есть оттенки вот тоже голубой будет красиво во внутренний уголок если сделать вот тоже базу светлую я думаю что эта палетка понравится тем кто не хочет переборщить боится переборщить хочет все-таки попробовать но эти тени они знаете вот их нужно да понаслаивать может какую-то базу светлую как я уже сказала но и не ждите это что-то вау нет а что говорить давайте покажу макияж выполненной вот этой палеткой вау нет это вау нет вау нет вау нет вау нет Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Смотря для чего, вот так скажу, смотря для чего. Понятно, для ежедневных макияжей подойдет печенька. Ну, а если вам это скучно, то для акцентов можно взять шоколадку, потому что тут есть три сияющих красивых оттенка. Ну, а кто хочет небольшого акцента, например, как у меня в макияже, то, пожалуйста, вот эта пастелька, плюс еще такой сияющий оттенок. Эти палетки, они рабочие, то есть за свою стоимость примерно 500 рублей, если со скидкой будут, то да. Тем более сейчас, знаете, уже где-то там бюджетные бренды, там около тысячи, и мы такие, так, стопе, как бы тысяча за палетку, это бюджетно или нет уже? И если там за 500 брать, то да, можно взять, можно. Жалко, нет тестеров, чтобы вам познакомиться поближе, чтобы вам понять, какая текстура, что вы хотите на своем лице, на своих веках. Но я думаю, что мой обзор будет вам полезен, поэтому напишите в комментариях, какая палетка вам запала в душу. Если так откинуть, то на повседневку я бы взяла печенье. Я насчет жидких теней, ой, вот это, конечно, приятность, и мне в первую очередь понравилось оформление. Оформление жидких теней прикольное, милое, увесистая упаковка, и прям кайф, что есть два нюдовых оттенка. Можно, кстати, и как румяна использовать, и как помаду, почему бы нет, универсальный продукт. Вы увидите в макияжах, как я использовала жидкие тени, и синий тоже. Синий, кстати, очень мне понравилось использовать как растушеванную стрелку. То есть я там показала такой поэтапный макияж с палеткой шоколад. То есть я сначала растушевала стрелку, можно было и так оставить, там немножко закрепить, может сухими тенями, если яшку навека, и вот. Но я дальше играла, чтобы посочетать оттенки, больше показать продуктов в деле. Нужен сам цвет наслоить, ну так прям, не то что наслоить, а просто провести и не трогать, именно растушевать по границам. То есть весь продукт тушевать не надо, в зависимости, конечно, если вы хотите легкую подложку, но если хотите цвета, то делайте такой переход. То есть там где максимально вы так нанесли, и этот продукт, он фиксируется постепенно, что кайф. Я наносила на все, века какой-то цвет, и наблюдала там скатываться, не скатываться. Понятно, это лучше фиксировать, но нет такого, что это прям такое, прям, уа, это просто так начинает скатываться. Нет, продукт фиксируется. И давайте для наглядности покажу все оттенки, их идеально тушевать, наславивать, все что угодно. Вот смотрите, вот так, синий, первый и второй оттенок. Цена, если я не ошибаюсь, на тени была приятная. Это, кстати, без скидок 326 рублей. Берите все, берите все, пригодится. Читая ваши комментарии, я поняла, чем же вдохновлялся бьюти бомб. Конечно же, это едой. Сырки. Серьезно, блин, да? Я даже коробочку не выкинула. На что похоже? Сырок Бью Александров. По еде, чупа-чупс, сырки. 50% комментариев под тем выпуском, где мы ходили в Магнит Косметик за этой коллекцией, вы написали про горы. Точнее, я спросила, думаю, откуда горы? Это контуринг? Вы написали, скорее всего, это отсылка к шоколаду. А шоколад называется, я же забыла. Я когда-то пробовала этот шоколад давным-давно. Таблерон, точно. И 50% комментариев, что это отсылка к этому шоколаду. Да, да, нет-нет, но, скорее всего, да. Кстати, на хайлайтере, который я докупила для обзора, тоже тут вот, пожалуйста. Так, понимаете, не только шоколадкой вдохновились, сама форма стика, получается. Делаем ставки на что. У Фанти Бьюти есть похожий стик для контуринга. И получается, что-то где-то рядом, ну, где-то списали, где-то вдохновились. А знаете, тут, конечно, такая мешанина, поэтому мы не удивляемся и не удивляйтесь. Мы тут плавно перешли к стикам, но я хочу закончить тему глаз. Что еще выпустили для глаз, какие продукты? Еще два продукта. Это гелевая подводка, черная. Бьюти, по-моему, частенько выпускают такие подводки. Где-то цветные, где-то черные. Это, знаете, то же самое, что было в предыдущих коллекциях. Но я так поняла, что текстура где-то может отличаться. Где-то побольше она такая суховата, где-то податливая, такая пластичная. Здесь же вот мне досталась подводка. Она, как это сказать-то, на кисточке быстро застывает. Вот вы тянете, а ничего не тянется. То есть она начинает фиксироваться очень быстро, да, фиксируется. То есть я брала понемножку. Я поняла такой принцип, что так вот, вот, кстати, да, тут тоже стрелка у меня под этой подводкой. И вообще три макияжа я добавляла в стрелку. У меня не берется так, чтобы я взяла на кисть и так хопа провела. Она как бы начинает тормозить на кисточке. И поэтому я по чуть-чуть набирала. То есть, знаете, такое чувство, что где-то уже подводки там месяц-два. Но это новая подводка. Сама подводка, конечно, железобетонная. То есть она стойко держится. Можно прокрашивать там ресничные пробелы. В принципе, подводка та же самая у Beauty Bomb. Все хорошо. В любом случае, как мы пользуемся подводкой? Пока вот стрелы не нарисуем, мы не закроем. Понятно, мы там еще что-то набираем, подрисовываем. И поэтому я уже, знаете, как-то спокойно к тому, что подводка начинает через пару месяцев. Ну да, она уже тугая, немножко застывает. Поэтому в моей косметичке есть Duraline, да? Да, кисловички, да? Duraline. Это разбавитель косметики. У меня менли про, надолго хватает. Там капнули, разбодяжили. Опа, рисуют просто как по маслу. Подводка по стоимости. Подводка 326 рублей. Там, кстати, еще есть фольга, но мне сейчас отлетело. То есть, если кто прям конкретно там закрывает. Следующий продукт для глаз – это тушь для ресниц. И причем коричневая. Вот такая с мишкой. И да, это тушь для ресниц. Там был какой-то комментарий, помню, что да нет, это же тушь для бровей. Нет, это тушь для ресниц. Но кто хочет, может и брови покрасить. Никто не запрещает. Вот такая щеточка. Нареканий, знаете, вот к туши нет. Ну, знаете, так красит средненько. Не делает вау-бабах, объем какой-то, там вот наслоение дикое. Это, знаете, слегка подкрасить и все. Коричневая тушь, нормальная. Кисточка удобная. Но кто привык к вау-эффекту, драматический взгляд, там, ресни, то нет. Это как бы вам будет очень мало. О-о-о-о! На меня только что дошло, а какая-то скидка, видимо, была. Первый столбик, второй столбик. Подождите, подождите, подождите. Короче, я вам диктовала со скидкой ценники. Отмена девочки. Палетка вот эта стоит, ну, к примеру, сейчас назову. Я назвала 606 рублей, со скидкой она вышла. А так 650 рублей стоила. Там были желтые ценники, типа выгода. Мы подошли к консультанту, но он говорит, ой, там 3 рубля выгода будет, скидка. Скидка была, оказывается, нормально, в принципе. А другие палетки я правильно назвала, 699 рублей, потому что я запомнила эту стоимость. А вышли они 652 рубля. Какая-то скидка была. Ладно, давайте буду говорить без скидки. Без скидки. Тушь 449 рублей. Я помню, что я удивилась, типа 450 рублей. Мне как-то оформление не зашло, я уже сказала, в походе. А сама тушь, она такая, знаете, спасибо, что не склеивает. Вот самое важное, может, для многих, также для меня. Тут как бы 300 рублей, да. Вот 450 рублей ее цена, ну, что-то дороговато. Жидкие тени и тот дешевле вышли. Алло, это круче. Так, для глаз мы разобрали. Я в конце видео обязательно скажу свои фавориты. Не волнуйтесь. Разобрали глаза, переходим к лицу. А здесь, кстати, тут очень опять много хайлайтера. Начну я с палетки для лица. И сегодня случился конфуз. Палетка не падала, ничего с ней не случилось. Но я беру, чтобы подкрасить дальше там румяна. И наблюдаю. Сердце выпало. Бьюти бомб, вы разбили мое сердце. Кто-то вроде писал в комментариях, что аккуратнее, потому что рефилы могут выпасть. Это со мной случилось. И причем палетка не падала. Вот сейчас, получается, вот это сердце будет там болтаться. Эта палетка, знаете, подойдет для светленьких. Сразу скажу, что вот этот контуринг нет для загорелых. Но он будет вообще ни туда, ни сюда. Мне все оттенки понравились. Блин, тут сейчас такое безобразие будет. Это сердце начинает крошиться тут туда-сюда. Ой, мне нравится очень текстура. Такая шелковистая, прям кайф. Хайлайтер из этой палетки мне больше понравился, чем отдельный хайлайтер. Вот этот, Мишка. Но тут, смотрите, тоже, если вы такая золотистая, загорелая, то Мишка вам, скорее всего, больше подойдет. Получается, контуринг румяна и хайлайтер. Хайлайтер мне понравился. Он деликатный, зашлифовывается, румяна освежается. Сейчас контуринг, знаете, я сначала на кисти набираю, думаю, это что это, пудра, что ли, не пудра. Это очень легкий оттенок. Смотрите, на светлую кожу еще как-то плюс-минус. Ну все, у меня тут весь стол в крошках от этого сердца. Я как бы не жалуюсь, но жалуюсь. Потому что либо это не предусмотрено как-то, но это вообще не держится. И в дальнейшем пользоваться будет крайне неудобно. И эта палетка у меня, скорее всего, будет лежать. Скажите, кто как реанимировал эту палетку? До сегодняшнего дня я активно брала эту палетку. Потому что на каждый день вообще кайф. Палетка для лица вышла. 549 рублей без скидки, 512 рублей со скидкой. Но я считаю, что за 500 рублей нормальная палетка для лица. Но для светленьких контуринг. Поехали дальше. Хайлайтер Мишка. Прикольное оформление. Ну, пластик, как обычный, он такой легонький, сам по себе. Что мне это навеяло? С едой, если связывать, то мишки эти. Мишки Гамми. Нет, это другая песня. Барни. Это которые бисквитные батончики. А либо хайлайтер Ту Фейс. По принципу они схожи. И золотистый. И на мне он как-то вот, знаете, как самовар. Я не люблю совсем золотистый хайлайтер. Потому что в зависимости от цвета кожи. Чтобы это все гармонично. Это я вот сюда сейчас добавила немножко этого хайлайтера золотистого Мишку. Давайте покажу. Вот сюда нанесу из палетки. Ну, вы поймете разницу. То есть, здесь такой немножко с розова даже. Жемчужный. То есть, вот здесь из палетки. Это из Мишки. В принципе, на деле вот. Оба сияют красиво. Без крупных блесток. Все зашлифовывается. Хайлайтер. Сколько? 479 рублей. Вот этот медведь. Серьезно? Ладно, тогда палетка теней не такая уж и дорогая в сравнении. Он, блин, 449. Подождите. 479 рублей. Без скидки. Со скидкой 447 рублей. Тут немножко не хватает на целую палетку для лица. Хайлайтер. Я же ее еще сходила, докупила. Потому что, ну, интерес взял свое. И чтобы уже конкретно... Все, у меня вся коллекция. Вся коллекция, я все скажу. Хайлайтер в стике, как и контуринг в стике, я решила докупить. Это красиво. Это, знаете, немножко влажненькое, легкое мерцание. Я такие стики хайлайтера обычно избегаю. Потому что растапливают тон. Это жир, это масло на лице. Это не очень удобно. И вообще смысла хайлайтера нет. Здесь же я наносила как? Локально. Прям пальцем набирала. И точечно. У меня тут не было хайлайтера. Я решила дополнить, показать. То есть, вот так пальцем набираю. Тут все-таки есть небольшое сияние отдельных блесточек в стике. Ну, оно такое, как бы, да, мерцает. Кто любит все заполировать, то это либо медведь, либо палетка. У меня сейчас такое чувство, что я вижу, что этот стик, точнее, я вот наносила пальцем, так, тык, 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 подснял слой румян. То есть, в любом случае, вот эти стики, поверхностные хайлайтеры вот такие, их надо очень аккуратно наносить, очень. Добавлю румяна, то я вижу, вижу, что что-то подстерлось. Кстати, кисточка тоже бить бомб, обо всем скажу. То есть, смотрите, в принципе, можно нанести поверх тона. И потом это все еще закрепить сухими продуктами. А стик-то я называла, сколько стоит? Хайлайтер. 449 рублей. Вы знаете, хайлайтер, вот купить, хайлайтер, мне кажется, это несложно. Какой-то, вот, знаете, даже деликатный какой-то, вот, немощный. Если хотите мощный, то есть у Influence, там прям разные переливы. А вот стики контуринга тут уже нужно поискать. И вот, пожалуйста, бьюти бомб. О, ребята, мне... Ой, тут хайлайтер. Ой, простите. Сейчас сотру. Мне понравился стик в работе. Вообще нареканий нет. Прекрасно тушуются, наслаиваются, все хорошо. Я тестировала на нескольких тонах. Могу сказать, что тон у меня не разъело, чтобы там все расползлось. Но тоже, смотрите, все индивидуально. Смотрите, если вы боитесь переборщить вот так у себя. Сначала так нарисовать все, потом растушевать куда-то там. Берите просто кисть какую-нибудь синтетическую для кремовых текстур. Набираете со стика и все. И наносите, где вам нужно. То есть вы будете уже понимать, так, ага, я сюда, сюда, все, достаточно. Понятно, если выбирать по важности вот хайлайтер, стик, либо контуринг, я выберу контуринг. Это вот точно в хозяйстве пригодится. Контуринг 449 рублей. И была скидка, он вышел в 419 рублей. Еще раз пройдемся продуктом для лица. Это палетка. Бедолашка, блин, уже все там. Хайлайтер. Хайлайтер в стике. Контуринг. Так, для лица. Все. Переходим к бровям. Ой, здесь они дополнили продуктом карандаш для бровей. Это классная вещь. Нареканий нет. Хороший карандаш. Рисуют четко, внятно, понятно. Есть щеточка. Автоматически тут все так, смотрите, вот так вот бжих. Цвет у меня 01. Вот такой оттенок. И второй оттенок, это прям такой брюнет. Карандаш классный. Можно брать даже два. Карандаш без скидки 319 рублей со скидкой 298. И вообще, в целом, можно ждать скидок. Скоро, по-любому, скоро будет скидка на эту коллекцию. Да и вообще на все. Ну, как бы существует дни скидок в Магнит Косметик, поэтому ждем. Ооо, дальше продукты для губ. Ну, тут, конечно, Beauty Bomb кайфует. Отрывается как может. Постоянно придумывает какие-то вещи. То есть, он любит выпускать продукты для губ. Помада сырок. Блески для губ. Я, кстати, в сумочке ношу оттенок второй. Помады сырка. Шоколадный нюд. То есть, второй оттенок ношу. И еще блеск. Сейчас принесу. Конфуз. Какой конфуз. Я дико извиняюсь, но я не могу найти. Либо где-то в сумке. Ну, я в сумку все у меня. Сумка-то небольшая. Может, куда-то закатился. Может, я в стаканчик куда-нибудь засунула. Сейчас смотрела, все обыскала. Не нашла. Блеск не хочет сниматься. Но в любом случае, я расскажу. Так, блесков два. Один-то у меня... Он такой, да вот я, вот я. Блин, я минут 10, ну, точно вот искала. Так, блески. Блеск для губ Чупа-Чупс. И также еще скраб для губ. К вашему вниманию. Помады сырки от Beauty Bomb. Первый и второй оттенок. Мне, конечно же, понравился второй оттенок. Вот прям шоколад. Пахнет вкусно. Давайте сразу первый оттенок покажу. И второй оттенок. Второй оттенок это прям такой нюд. Немножко шоколадный нюд. Это уже что-то потеплее. И сейчас на губах у меня как раз оттенок первый. То есть, знаете, такая плотная сатиновая помада. И знаете, тут цепляет еще аромат. Но могу сказать, что это такая помада, вы такое найдете в магните. Ну, по-любому. Это не то, что там такая инновация. Нет. Вообще, как бы с сатиновыми помадами сложно удивить. Они должны такие быть комфортные, приятные, плотные по нанесению. То есть, вот, например, вот так вот. Чтобы прям было. И, например, Beauty Bomb. В целом, у них продукты для бровей. Привет, доброе утро. В целом, у них продукты для губ хорошие. То есть, я не могу сказать, что там когда-то что-то такое было. Но, например, в дачной мне не понравились блески. Отдушка такой, химозный запах. Нет, здесь запах все с ним хорошо. Вообще, в этой коллекции с ароматом, да, нормально все. Помады зачет. Берите две. Если вам нравятся такие оттенки, вот, пожалуйста. Кстати, у меня в телеграм-канале писали про то, что, например, у Наталины на стенде темнее губы. И, например, девушка брала оттенок 0,2, рассчитывая, что оттенок будет вот как у Наталины. Но оттенок не такой, как бы он такой более посветлее. Но тоже цветопередача, все это все зависит. Фотография распечатана там тоже может быть не такой оттенок. Если вы прям хотите шоколадку-шоколадку, то помада Influence оттенок 18. 18 мне уже. Забери меня скорее. Вот это, конечно, для кого-то это может быть и темно. Шоколадный оттенок, да. Либо еще чего-то. Шоколадный оттенок. Я его люблю смешивать со светлым оттенком. Получается вот то самое комбо. Ну, то есть вы тут уже выбираете. Хотите потемнее, хотите посветлее. Это помады Influence. Тоже хочу обратить внимание, что такие плотненькие помады сатиновые. Ооо, мне нравится так у Стеллари запах земляничный помад вообще. Балдежь. Это коллекция White. Была светлая коллекция. Но там помад, ой, очень много у Стеллари, поэтому выбрать можно. То есть вот, вот, общая картина. Это вот, знаете, вот из одной комбинации. Поэтому, если вы там, например, расстроились, что не успели ухватить Beauty Bomb, там, какой-то оттенок помад, первый либо второй, то не переживайте, ищите у Стеллари. Вот и все, вот и все. Но Beauty Bomb помады я одобрила. Классные. Помада без скидки 399 рублей. 400 рублей. Мы, кстати, в магазине сверяли, подошли к Стеллари и посмотрели, такая же цена. Со скидкой 372 рубля. Дальше. Блески. Ой, тут прям целые пирожочки. Кстати, вы написали в комментариях, что, например, где-то видели такие блески у Ariflame, у Avon, я уж не вспомню у кого. Честно, я первый раз такое вижу, я как-то не обращала особого внимания раньше на такое, возможно. У меня пока рука тянется вот к этому оттенку. Это 0,2. 0,1, давайте. О, они по-разному пахнут. 0,2 пахнет шоколадом, прям кексиком. А 0,1, сейчас скажу, клубничной жвачкой. Вот вы знаете, которые, как они и раньше-то были в этих, ну, типа Love, вот такие маленькие жвачки. Ну, мой фаворит пока на данный момент, вот этот 0,2. То есть, я как делаю? Оформляю губы карандашом, например, для губ и заполняю блеском вот таким. Ой, это так красиво. Давайте покажу тоже сводчи. Первый оттенок и второй оттенок. Оба оттенка красивые, сочные и плотные. То есть, это плотный блеск, который хорошо лежит на губах, приятный. Поэтому оба блеска я одобряю и так же, как помады. Да, там есть небольшой шиммер, такие блесточки, но на деле это даже не видно. То есть, это не какой-то там, знаете, блески, которые дешевят. Губы, они такие, ааа, что-то там блестит такое яркое, такое детское. Нет, здесь красивый блеск на губах. Блеск без скидки 379 рублей, со скидкой 353 рубля. Вот этот блеск чупа-чупс, вот как раз он для меня слегка спорный. Там были разные вкусы. Я взяла жвачку. Это прям жвачка. И здесь как раз вот то, что, я так понимаю, вот здесь вот в чупа-чупсе, вот эти блестки, они как раз и будут на губах. Потому что я уже наносила, смотрела. Прям такие переливающиеся новогодние блесточки. То есть, если выбирать блеск, то я выберу вот такой вот. Ну, вот там вот мелкие-мелкие блестки. Ага, со скидкой 280 рублей, без скидки 300 рублей. В Beauty Bomb выпустили также скраб для губ, яблоко и есть еще клубника. Я выбрала яблоко. И знаете, вещь-то прикольная. То есть, вот что-то слегка потереть. Это еще немножко смягчает. Скраб, да. Скраб прикольный. К скрабу вопросов нет. Скраб, кстати, нормально, приятно ощущается. Не противно, там в рот как-то лезет, что хочется поскорее смыть. Нет. Со скидкой 261 рубль. Без скидки 279 рублей. Да, скраб, да. Так, по аксессуарам. Спонж. Я пользуюсь вот, пожалуйста, мою уже который раз. Все хорошо смывается. Было сначала неудобно, что прям такая большая губка на все лицо. Но распределяет нормально, то есть, нареканий нет. Мягкий очень спонж, хорошо вымывается. Да, да. Спонж рабочий. 298 рублей со скидкой 279 рублей. Ой, кисточки, конечно, да. Сейчас я немножко припудрюсь еще. Вот эта кисть, вот эта, она для меня вообще какая-то топорная. Так-то она для контуринга написана. Вот, пожалуйста, кисть для контуринга. Мы же любим кисти универсальные для всего, можно использовать. Но вот она, да, она как вот веник. То есть, я люблю форму. Так вот эти, да, хорошие кисточки Beauty Bomb. Вот, у них есть форма, лапка. Это, это вот, ну, ну, че? Вот эта кисть мимо меня. То есть, я такой не люблю пользоваться. Ни туда, ни сюда. По стоимости 400 рублей кисти. Со скидкой 372 рубля. Конечно, решать вам, но вот эта кисть для меня вообще... Какая-то бесполезная. У меня другие вкусы, как говорится. И также еще выпустили кисть бочонок. Вот эта кисть, конечно, ей можно, да, красить. И во внутренний уголок, и где-то затемнить. Да, кисть вот эту я одобряю. Можно пользоваться. Недалеко ушла от кисточки для лица. И скидки 368 рублей. Со скидкой 344 рубля. Вот. Подытожим, какие я выделила для себя фавориты, можно так сказать. Один фаворит, конечно, не дошел немножко до финиша. Сразу скажу, что в моей косметичке поселились продукты для губ. Это блески и помады. И также скраб. Да. Вот это я одобряю. Карандаш для бровей. Ой, да. Жидкие тени. Да. Для подложки. Чтобы создать быстрый макияж. И может даже сложный. Все, возможно, тут свой шарм они добавят эти жидкие тени. Контуринг стик. Понравился. Палетка для лица. Она как бы, да. Она рабочая. Я вот беру румяна часто на повседневку. Брала точнее. Хайлайтер. Ну, контуринг, да. Чуть-чуть. Знаете, вот сама палетка меня сейчас расстроила, что она отходит в мир иной. Немножечко. Я думаю, походу, на клей было приклеено. Я просто смотрю, там небольшой след. Что по поводу палеток для лица? Из трех я выберу печеньку. Ак и все. Да, мы наблюдаем такую картину, что коллекция более-менее, она такая рабочая, носибельная. Оформление такое, конечно, плавающее, но мы поняли. Запах шоколада, какой-то такой фруктовой нотки где-то. Да. Честно, зачастую чуйка меня в магазине уже не обманывает. То есть я щупаю текстуру продукта и понимаю. Ага, подружимся. Как она на мне будет, понравится ли мне. Конечно, это все такое чисто на интуиции. Бывает, не совпадает ожидание и реальность. Но с этой коллекцией как-то, вы знаете, да. Мы так это... Это, знаете, я вспоминала последнюю коллекцию, которая мне понравилась. Это Scrum Baby, хэллоуинская. Но сейчас я также могу отметить, что да, да, коллекция стоит своего внимания. Продукты есть хорошие, добротные, рабочие. И тем более за там 300 рублей продукт купить, это нормально. И еще есть скидки, поэтому вообще. Вот тут, конечно, пишите от души, кто что тестировал в комментариях. Пишите свои отзывы, это будет очень интересно для меня и также для других. И также полезно. Это, знаете, уже пишут в комментариях, что... Марина, снимай скорее, коллекцию уже сейчас раскупят. Про летнюю писали, что все-все раскупили. У нас еще эта коллекция до сих пор, мне кажется, есть на полках. И я думаю, что от эту коллекцию, ну, наверное, там большая партия. Я так думаю, что на всех еще хватит. Коллекция только залетела на полочке. Не беспокойтесь, я думаю, что многие еще ждут скидки. Со скидками вдвойне приятнее будет. И, конечно, я очень надеюсь, что этот выпуск был для вас развлекательным и, самое главное, полезным. И вы вдохновились макияжами. Тремя. Также коллекцией, какими-то продуктами сделали для себя выводы. Да, тут каждый для себя делает выводы по поводу косметики, цветов, сочетаний, надо, не надо. Поэтому решать вам ничего... Никогда, вот поверьте, никогда ничего не навязываю. Потому что это мое мнение. И я рассказываю свои впечатления, что мне нравится. И в каждом обзоре я очень люблю показывать, как косметика работает. Собственно, пора закругляться на такой позитивной ноте. Я вас от души благодарю, что это время вы провели со мной. Я вас всех люблю, ценю и уважаю. До скорой встречи. Еще раз, да, всех расцеловала. Всем пока-пока.